Добрый день, уважаемые господа. Я, во-первых, хотел бы искренне вас поблагодарить за то, что вы дали согласие войти в состав научного инновационного центра «Сколково». Для нас очень важно, чтобы участники российского Технополиса получили поддержку со стороны выдающихся ученых, чья жизнь, чья практика является, безусловно, примером для огромного количества людей. И нашим сопредседателям, Нобелевским лауреатам, господину Кормергу и господину Алферову удалось собрать очень хорошую команду. Представляющую ученых и из Российской Федерации, из Америки, из Германии. Конечно, нас это очень радует. Проект «Сколково» – не случайная вещь, и я надеюсь, это все-таки будет особая форма партнерства между российским государством, между бизнесом и наукой. Цель его, я думаю, сегодня очевидна всем. Мы бы не хотели его избыточно заформализовывать. С другой стороны, ну так в России принято, что подобного рода инициативы все-таки обычно получают такое благословение сверху. И в нашей стране зачастую сигналы проходят лучше, если они формируются руководством страны. Вообще-то это не очень хорошо. Ну, надеюсь, когда-нибудь для создания подобного рода технополисов уже не потребуется такого обильного государственного участия. Но сегодня это явно необходимо. Именно поэтому я сам этим занимаюсь тоже. Наверное, сейчас это действительно нужно. Мы подготовили целый ряд решений для того, чтобы этот проект стал пилотным, но сильным. Чтобы он раскрылся, чтобы он превратился в модель. Я получаю много писем, обращений через интернет, через другие средства коммуникаций, в которых наши люди, и, кстати, иностранные граждане, задают один и тот же вопрос. Зачем вы столько внимания уделяете Сколково? Ведь это все-таки один проект. Есть в России крупные научные центры, наукограды есть, есть хорошие институты. Все это правильно. Но в то же время у нас нет новых моделей. Таких, которые бы хорошо работали. Или, если и есть, то их очень немного. Поэтому для того, чтобы Сколково как идея реализовалась, нам пришлось пойти на беспрецедентную вещь, которая тоже, наверное, в будущем вряд ли повторится. А именно создать отдельный закон про Сколково, который был принят нашим парламентом, Государственной Думой, Советом Федерации. И в котором содержится целый ряд льгот, целый ряд положений, которые определяют статус Сколково. Рассчитываю на то, что все-таки вот эти адресные льготы, которым будут наделены резиденты инновационного центра в Сколково, они принесут результат. Еще раз хотел бы подчеркнуть, Сколково – это большая идея, но мы хотели бы, чтобы это было только начало. Есть и другие вещи, которые за последнее время мы начали осуществлять. В России все-таки неплохая система образования, сколько бы мы сами себя не ругали, я считаю, что все-таки система классического образования в нашей стране, система инженерного образования остается на приличном уровне. К сожалению, мы, может быть, не занимаем сейчас ведущих мест в рейтингах университетов, но это не только потому, что у нас есть какие-то проблемы, это еще и от неумения презентовать самих себя. Потому что рейтинги – это прежде всего цитирование, а для того, чтобы было цитирование, нужно все-таки этим заниматься. Тем не менее, почему я об этом заговорил? Мы некоторое время назад разрешили создавать при наших университетах специальные малые инновационные предприятия, сейчас их создано более 500. Для чего? Дело в том, что научные достижения, конечно, должны коммерциализироваться, то есть превращаться в новые практические результаты, в новые виды товаров, которые находят свое место на потребительском рынке, часть из них, как минимум. Этого мы делать не особенно умеем, и поэтому пошли на создание такого рода малых фирм при университетах. В будущем они тоже, надеюсь, во-первых, их число будет расширяться, и они будут получать дополнительные преференции. Выделяются гранты для привлечения иностранных ученых, это пока первый опыт, суммы, в общем, достаточно нормальные, может быть, мы в дальнейшем будем думать о том, каким образом количество этих грантов расширять. Ну и, наконец, хотел бы отметить, что совсем недавно группа ведущих российских университетов подписала специальный меморандум о сотрудничестве с фондом Сколково. Это короткая информация, которую мне хотелось в начале нашей встречи вам представить. Мне бы хотелось, чтобы основной задачей консультативного научного совета фонда развития Сколково стало, может быть, создание самого главного и самого трудного – особой атмосферы. Потому что без особой творческой атмосферы ничего невозможно сделать. Ну а если есть атмосфера, то тогда можно культивировать среду, в которой будут происходить исследования, в которых будут делаться открытия, создаваться новые разработки, и в рамках которой будет происходить практическое осмысление полученных научных результатов. Очень важно, чтобы над этим работала команда. Без этого вообще ничего не получается в жизни. Вот мне бы было очень приятно, если бы все присутствующие образовали такую команду. Я на это очень рассчитываю. Спасибо. 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 Спасибо.